Привет всем! Это будет моё последнее видео в качестве президента Теософического общества в Америке. Дни быстро текут к окончанию срока моего пребывания здесь. Это были очень-очень хорошие шесть лет, поэтому в данный момент я собираюсь концентрироваться на одной должности и в полной мере реализовать себя в качестве международного президента. И, честно говоря, я очень рад этим изменениям, хотя это будет нечто, действительно наполненное огромным количеством хороших воспоминаний и ностальгии о проведенных здесь около шести лет, и это были очень хорошие шесть лет, от имени моей семьи и от себя. Я хотел бы поблагодарить всех вас за всю ту поддержку, которая помогла нам в попытках сделать то, что мы имеем здесь в американской секции. Уходя, я думаю, что оставляю очень много хороших начинаний здесь, при этом всегда будет много того, что ещё можно сделать, и это природа той работой, которой мы занимаемся. Но я думаю, что мы сделали много хорошего за это короткое время. Одно из таких вещей заключается в том, что в американской секции мы сопротивлялись тенденции, которая в настоящем затронула мировое Теософическое движение, где отмечается уменьшение членства. За последние шесть лет наше членство оставалось довольно стабильным и фактически даже возросло. Таким образом, это хороший показатель. Вполне очевидно, то, что мы делаем, заключено не в цифрах, но также хорошо знать, что люди действительно находят важным для них то, чем мы здесь занимаемся. Так что это было очень хорошее время, и мне очень помогали, и я очень признателен за время, посвящённое работе в Теософическом обществе. Итак, далее переходим к международным событиям. Одно из которых, о чём я хочу поделиться с вами, это наш 11-й Всемирный Конгресс, который состоится в Сингапуре в 2018 году в августе. Сингапур — прекрасный город, и на самом деле это будет первый раз, когда Всемирный Конгресс пройдёт в Азии. На всех других континентах он уже проводился. Однажды он проводился в Адьяре, но я не включаю в статистику то, что было проведено в штаб-квартире. Итак, группа в Сингапуре, которая является очень живой и активной группой, будет проводить это мероприятие. Для тех из вас, кто заинтересованы, кто планирует свои события заблагодовременно, я рекомендовал бы посетить сайт Теософического общества в Адьяре. Вы найдёте этот адрес в этом видеоблоге. И если вы хотите зарегистрироваться, и было бы неплохо зарегистрироваться заранее, потому что вполне прогнозируемо определённая ограниченность пространства. Это будет очень хорошая конференция. В течение того месяца многие из вас, вероятно, знают, что это был месяц Рамадан для мусульман исламского мира. Поэтому здесь, в округе Теософического общества, в Уиттани, собрались вместе некоторые из наших братьев и сестёр, представителей исламской веры, чтобы в процессе разговения вкусить вечерний ифтар, что делается каждый вечер после захода солнца. Так что у нас были две замечательные сессии в двух разных местах округи. И я должен сообщить, что еда была отменной, хотя она и не является важной составляющей решения известных вопросов. Так что происходило это, а также наша работа в школе про Ирску. Шесть лет назад, когда я пришёл сюда, она была одной из первых инициатив, которые были реализованы. Люди из школы пришли поговорить со мной о видении, которое они имели по образовательной программе, которая очень хорошо сочетается с тем, что мы делаем здесь. Уважение к природе, видение того, что природа является глубоким учителем, а также существующие очень прочные академические акценты. Они продолжали расти медленно. Это была небольшая группа, но они уже выпускают несколько человек в эти дни, которые реально превзошли границы своих школ. Таким образом, в этом году у нас была выпускная церемония, в которой они просили меня сделать обращение. Поэтому я смог наблюдать за некоторыми из детей, которые я видел приезжающими сюда шесть лет назад, теперь выпускающиеся в старшие классы. Красивое событие и довольно ностальгическое для меня. Так что я покажу вам, как это происходило. И в конце видео я собираюсь провести вас через некоторые воспоминания, некоторых людей, места, события, произошедшие в течение последних шесть лет, просто чтобы пройти по линии памяти. Это было очень хорошо для меня, чтобы осуществить эту прогулку увидеть все эти лица снова и вспомнить, что это то, что мы делаем изо дня в день. Иногда мы не замечаем этого. Вы знаете, мы можем работать, 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 а на самом деле ничего особенно не увидеть. Но направьте свой взгляд в прошлое, где виден след, который остается в жизни и в сердцах людей. Так что я собираюсь поделиться некоторыми своими воспоминаниями с вами, заключениями. Так что еще раз от меня, от моей семьи, огромное спасибо за все то, что прошло на наш путь. Настоящим благословением было быть здесь. Одиннадцатый Всемирный Конгресс Теософического Общества пройдет в Сингапуре в 2018 году в августе. Поэтому начинайте уже готовиться к этому событию. Каждые примерно семь лет Всемирный Конгресс проводится в различных местах. Он будет следовать за четвертой международной конференцией Теос, которая также состоится в Сингапуре. В Адьяре нас посетила съемочная группа, приехавшая с BBC Шоу по историческим сериям путешествий по большим континентальным железным дорогам. Они были в Чинае, и они изучали этот район, и, конечно же, обратили внимание на Аня Безонт и влияние Теософического Общества. Также в течение месяца нас посетили очень высокого уровня исполнительные из Карнатока, южно-индийские музыканты, которые приехали, чтобы сделать короткую съемку и исполнить ряд композиций в Адьярском кампусе. Последняя часть месяца мая знаменована началом Паста Рамадан. Поэтому с некоторыми из наших мусульманских братьев в области Уиттена мы провели ифтар, вечернюю трапезу, ежедневно проходящую по окончанию дня. Все эти люди объединены в различные сообщества, и в каждом случае это было то, что мы слушали и много услышали о красотах исламах, о молитвах исламах, а также праздновали. Одно из таких событий проводилось в исламском центре Уиттани, а другое в конгрегационалистской церкви Батавии, куда нас пригласила наш хороший друг, мать Амед. Это снова была ситуация, когда произносились молитвы, в которую вступали все люди, пришедшие поучаствовать, а также разговоры за очень-очень хорошей едой. Три года назад дети из школы Прайерскурс сделали отчет о пруде Перкинс, являющихся красивым местом нашего кампуса, но его состояние несколько ухудшалось. Дети провели ряд исследований, и они обнаружили некоторые поразительные выводы, на которые мы обратили внимание. В этом году они вернулись, чтобы уточнить свои исследования. Эта троица, выполнявшая работу, так выглядела три года назад. А вот как они выглядят сейчас. Они должны были рассказать нам о новых идеях того, что нам нужно было сделать с прудом. Все эти предложения были результатом нашего воздействия, и это имело замечательный эффект. Просто послушайте. Мы представили обществу новые данные, получили разрешение планировать небольшую тестовую буферную зону вокруг пруда. В своем первоначальном исследовании три года назад у них появилась идея о ряде факторов, которые могли бы влиять на пруд. На этот раз они сузили их к одному – гуси и гусиные корм. Мы наблюдали только гусей и гусиные группы в буферной зоне в течение всего периода тестирования. И мы обнаружили в среднем каждый день тестирование 28 особей в области нагрузки в буферной зоне. Буферная зона, однако, выбрасывала много инвазивных сорняков, в частности лопух, амброзию, краб-грабс, что представляет проблему. На положительной стороне 12 из 20 маленьких растений васильков выжили без какого-либо ухода за их состоянием. За последние годы состояние пруда улучшилось, как с повышением качества воды, так и с приростом живой природы. Но все же еще предстоит продолжать работу. Мы призываем вас не останавливаться и следовать дальше. Есть много возможностей для этого. И если вы будете следовать рекомендации, которые мы представили, эти возможности могут стать реальностью. Итак, через неделю после их представления про дело у девочек была выпускная церемония. Это 8 класс начальной школы, поэтому у них была прекрасная церемония их выпуска. У меня была возможность дать им напутственную речь. У нас было немного музыки в их исполнении, представление клоунов. У этих детей обязательно все будет хорошо. Их родители гордятся ими, и мы тоже. Это был замечательный эксперимент со школой проерску. Позже, в тот же день, дошкольники пришли церемония посвящения в ученика, которая также была довольно радостным событием в округе. Это место называется Долиной Брундука. Итак, я хотел бы закончить эту часть блога в качестве президента Теософического общества в Америке некоторыми воспоминаниями, начиная с визита Его Святейшества Дайвай Ламы, когда я впервые вступил в должность президента, а затем, перейдя чередой событий, которые сделали это время здесь, и эту возможность служить всем вам настолько особенными. Общество в Америке является частью более крупного тела, у которого есть особая миссия в этом мире в эти дни, которая более необходима, чем когда-либо. У нас есть прекрасные ресурсы, и с точки зрения возможностей, и с точки зрения людей для встречи со всем тем, с чем обществу предстоит столкнуться. И я, и моя семья считаем себя благословленными возможностями плечо к плечу работать вместе со всеми людьми, с которыми мы были в течение последних шести лет. И расширить эту сеть на мир, на международное тело очень активных и очень хороших людей. Мы знали много хорошего в наше время здесь. Много хорошего произошло с тех пор, как мы были здесь. Но факт остается фактом. Цель всего этого заключается в том, чтобы мы могли культивировать тот центр внутри себя, который будет светить в мир, и действительно стать в нем живым примером того, что мы называем Теософия. Теософия. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Аплодисменты 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 Аплодисменты